Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область. Он посетил ТЭЦ Экибастуза, где ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на теплоэлектроцентрале. Какие задачи поставил президент перед ответственными лицами и какие вопросы поднимет глава государства в своем послании народу Казахстана, которое гласит уже в сентябре, расскажет моя коллега Назамгульку Маспаева. Прибыв в Павлодарскую область, первым делом глава государства посетил Экибастузскую ТЭЦ. Все мы помним, в какой ситуации оказались жители Экибастуза прошлой зимой. И сейчас делается все, чтобы не допустить подобного. Президента ознакомили с ходом ремонта котлов и оборудованием на Экибастузской ТЭЦ. Глава государства отметил, что эту ситуацию нужно держать на контроле и ни в коем случае не допустить подобного. Ни в самом Экибастузе, ни в другом городе. Ситуация серьезная. Износ очень большой. Надо системно заниматься этим и постоянно держать в пользу. То, что произошло в прошлой зимой, конечно, ни в коем случае повторяться не может. Ни в этом городе, ни в других городах. Это ответственность правительства и всех Экибастузских. Тяжелый урок на избылье из всего, что случилось. Сегодня в работах только в одном водогрейном отделении ТЭЦ задействованы 270 человек. И еще 200 человек устраняют неполадки в других отделениях. Они работают в две смены. Ответственные говорят, что отклонения от утвержденного графика нет и в срок поставляется все необходимое оборудование. Сейчас уже на 11, 14 и 15 котлах идут монтажные работы к завершению. Мы планируем провести гидравлические испытания к концу августа, начале сентября месяца. И приступить уже к газовоздушной опрессовке и выводить котел в регер. Еще пять паровых котлов. Они тоже в этом году ремонтируются. Из них три котла будут находиться в капитальном ремонте, два в текущем ремонте. Сейчас идут капитальные работы по шестому котлу и восьмому котлу. Усредненно на 60% наверное есть готовность. Всего на ТЭЦ 10 котлов, два отремонтированы полностью. Остальные обещают отремонтировать до конца октября. А в августе планируется завершить реконструкцию четырех тепловых магистралей. Также в ходе посещения ТЭЦ Косымжимар Тукаев поблагодарил всех казахстанцев за их терпение. Надо сказать большое спасибо гражданам нашей страны в целом и жителям соответствующих городов за поярное терпение и понимание. Но испытывать это терпение и понимание бесконечно ни в коем случае нельзя. Поэтому мы будем принимать террорию. Президент заявил о необходимости перехода на новую экономическую модель. Своё видение глава государства изложит в предстоящем послании народу Казахстана, которое будет оглашено в сентябре. Сейчас выступает ответственный исторический момент. В том положении, в котором находится охрана Казахстана, она в дальнейшем не может остановиться. Там однозначно. Это моё глубокое убеждение. Здесь задача правительства состоит в том, чтобы дать соответствующие предложения. Это во-первых. И во-вторых, дать соответствующую гарантию реализации планов, которые будут подготовлены в соответствии с этим предложением. Но не буду скрывать, что я лично думаю над тем, как подойти к разработке, подготовке новой экономической модели. Глава государства высказал критику в адрес отечественных экономистов, отметив, что данные специалисты, мягко говоря, не дорабатывают. Я считаю, что они не дорабатывают. Отсутствует креативность, отсутствует понимание задачи, которые стоят перед нами, перед государством в целом. Народ ждёт от нас конкретных решений, поскольку можно решать вопросы насущные. Обеспечением достойного уровня жизни и нацеления нашего народа напрямую связано с тем, как мы видим, концептуально видим внешнее развитие экономики страны. Здесь без соответствующих кардинальных решений не обойтись. Президент также встретился с экибастусами. Он ещё раз выразил благодарность за гражданскую активность при ликвидации последствий стихии. Я специально приехал в экибастус, чтобы посмотреть на ситуацию. Прошлая зима была не из лёгких. Я всё видел, я всё понимаю. Мы должны быть едины, как один народ, одна страна. Жители города проявили терпение и выстояли в этой сложной ситуации. Поэтому я благодарен всем вам. Перед правительством были поставлены необходимые задачи, были выделены средства. Поэтому я думаю, что всё будет хорошо. Рабочая поездка главы государства в Павлодарской области продолжается. По плану президент посетит ещё несколько промышленных и социальных объектов региона. На Зенбульку Мыспаева, Айдос Медельбеков, Бахыбек Нуртаев, Хабар 24, Экибастус.